здравствуйте дорогие друзья это канал дачи в германии и с вами я тома фокт уже поздний вечер наверное около 9 часов вечера хочу показать вам свои ирисы наконец-то немножечко освободилась вот такой персиковый розовый красавец вот такой персиковый весь бутонах запах обалденный какой вот так мой клематис разросся по всей решетке очень много бутонов заложил очень много здесь будет вся такая сиреневая стена клубничка моя ягодки такие заложила уже кусты наверно по сантиметров 30 точно некоторые по сантиметров 40 сейчас сверху вам цветные покажу свои ирисы другие цвета завтра расцветут тоже розово-персиковые вот такие фиолетовые красивые как шелковый такой темно-темно-синий почти черный так я посадила только что свою плетистую розу в кюгель там все видно предыдущем видео что с ней было посадила парочку вернее 4 огурчика на эту грядочку вот тоже персиковый персиковый розовый такой вот розовый очень красивый нежные нежные вот такую арку мой муж сделал мне сегодня мои установили привязала я свою эден розу такие бутончики уже большие у нее но она к сожалению сюда наклонена была и у нее все листики смотрят теперь туда и соцветий я думаю что она перевернется к солнышку и будет все хорошо в ногах у нее растет розочка чайно-гибридная называется ламиноэд она по расцветке очень сильно похожа на эден розу поэтому я их посадила вместе здесь будет расцветать такой вот нежно-нежно-голубой практически белый а вот здесь красавцы мои смотрите какая красота нежно-голубой с таким фиолетовым как чернильный вот он бело-голубой такой нежная нежная голубизна такая но так практически белый вот они шелковые темно-синие очень красивые здесь будет розовый вот такие вот мои пионы как шарики уже один осыпался вот на закатное солнышко нежное чуть прохладный ветерочек такой дует вот такая красота он шмелек собирает пыльцу или нектар вот такой рододендрон мой красот красавчик практически полностью расцвел вот там глубине моя чайно-гибридная розочка эшли тоже крупные бутончики я смотрю набирает уже вечер а шмель все еще не спит все работает как и я вот куда-то зарылся прямо соцветия сегодня еще одна красавица появилась в моем саду сейчас покажу вам ее поехали с мужем в блюмен ризе и не удержались купили еще одну красотку еще одну эден розу когда я увидела с какими она бутонами я не выдержала честно говоря хотя у меня есть одна но теперь будет две вот такая вот красавица посмотрите какие бутоны столько их много они из разных питомников может быть даже не немножечко по-другому будет выглядеть не знаю иногда розоводы говорят что если с разных питомников розы могут выглядеть немножко по-разному посмотрим вот здесь нам нужно все грунтом засыпать можно с камушками мы опилки вчерашний сюда из под шпалер туда высыпали нам нужно обязательно по самый верх засыпать наши тюгели чтобы им не летом не было жарко чтобы они не высыхали быстро и зимой чтобы они не замерзали вот виноград виктор тоже большие кисточки в этом году здесь у меня было наверно три или четыре куста в ящике же были посажены а сейчас остался вот здесь вот расположила и один вот этот куст виктор так смотрите он растянулся у меня на всю шпалеру здесь это все вот виноград виктор и везде есть хорошие кисточки вот такие вот побежки хорошие у него высокий завтра покажу вам как я буду нормировать виноград тайну монаха подвязывать ливию буду вот потому что уже пора уже побеги очень большие нужно их обязательно подвязывать чтобы они не сломались здесь все никак руки не дойдут у нас сделать вот такие вот порожки ступенечки возле этой беседки и завтра может быть не буду загадывать но может быть получится обшкурю вот эти вот стулья и покрашу такие тыковки моей мамы привезли мы семена из украины этот сорт тыков росли у моей мамы на даче необыкновенные вкусные это тыква дыня сладкие вообще вкуса тыквы нету практически вот как дыню ешь она сладкая прямо мякоть ярко-ярко-оранжевая и очень сладкое зашли я думала может одна-две взойдет зашли прямо пучком ну ничего пусть растут не буду их трогать вот эти плети и сюда сбоку они дадут нам туда вот их растяну далеко вон туда и пусть себе растут здесь солнышко им тоже будет хватать смотрите начал зацветать мой второй рододендрон чик самый поздний первый это тот который мы недавно купили белый с бордовая каемочкой вот этот вот малиновый что я вам сейчас показала вот этот фиолетовый у нас раньше рос возле забора бедный повреждался все время мышами и стоял одно 20 цвете зацветут и все не стоит одна зелень а сюда мы его пересадили ему здесь хорошо здесь соцветия у него намного больше так что он здесь хорошо растет вот она голубичка вот этому кустику по моему четвертый год видите у него уже ягодки поднялись по стволу то есть были вон там только внизу да а сейчас вот на молодых ветках уже вот здесь вот вверху и урожай будет тоже неплохой я смотрю на всех веточках верхних хорошо он заложил урожай хотя здесь не так много солнца и не такое большое у него место но он старается его тут никто не трогает никто не мешает ему его здесь хорошо сейчас покажу другую нашу голубичку там тоже ягодки уже неплохие но они еще пока внизу потому что мы посадили только в прошлом году вот смотрите видите прям на таких веточках на низенькие здесь ягодки а на вот этих веточках вот видите молодые побежки он дает вот тут вот вот этот вот побег голубика дала в прошлом году вот он большой да и сейчас еще вот такие вот на пустых местах выпускает то есть это то что будет плодоносить на следующий год вот здесь только чуть-чуть он видите цветочки а так практически нету здесь тоже хорошие кисточки так наливают ягодки моя азия вот такие вот хорошие кустики хотя посажены только прошлой осенью эти сколько цветоносов наверное штук десять наверно точно есть ягодки небольшие еще клубника в этом году запаздывает потому что были очень холодные ночи да в принципе они не были а сейчас еще есть сегодня ночью было 5 градусов так что ягодки еще не хотят нормально наливаться вот этот мой байконур тоже с такими кисточками крупными тоже побежки уже нужно будет нами нормировать и подвязывать проволоки потому что они уже наклонились видите уже какие некоторые такие большие что уже вот уже сантиметров 50 наверное смотрите какие кисточки большие крупные это клубничка тоже посажена прошлой осенью вот они ягодки клубнику обязательно нужно поливать следить за тем чтобы все время земляной ком был влажный под кустами потому что я нечем наливать ягодки и нету силы выпускать новые цветоносы поэтому нужно обязательно за этим следить обязательно вчера я очень сильно пролила свои кусты очень сильно прям буквально на вот этой клубничной грядки я наверно стояла полчаса сегодня полила солнце 31 32 но я смотрю все равно все равно под кустиками еще влажная земля я сегодня не стала потому что вода тоже не бесплатная вот поэтому поливать буду завтра еще немножко покажу вам ваши мои цветочки вот черешенка вот она тоже заложила немножко ягодок но не так как когда-то несколько лет назад просто были все ветки все ветки были облеплены ягодами я не могла нарадоваться на него на этот на это дерево на следующий день был 6 градусный мороз и все погибло и потом с тех пор она такой большой урожай не дает вот это байконур тоже это мускат тайна монаха и вот это ливия это все вот ливия видите тоже какие побеги а вы посмотрите какие кисточки вообще шедевры эти какие крылатые вот такие представляете здесь вот на побеге три кисточки вот одна вот вторая и вот третье вот она вот такой красавец виноград ливия видите везде такие большущие поэтому нужно уже обязательно подвязывать его чтобы все было в порядке голубику тоже нужно подвязать чтобы эти веточки не клонились на виноград чтобы они не мешали друг другу еще сейчас покажу вам одну арочку который перголу такую маленькую для вот этой плетистой розочки вот она такая уже темнеет и плохо видно наверное сейчас я спущусь пониже там будет лучше видно вот так побежки у него конечно в ту сторону растут потому что ту сторону солнышко вот она и вот такую вот в полерку маленькую мы сделали потому что она была привязана на палочки конечно же было ей не очень хорошо она как-то было низко загнуто туда розы вообще не нужно обязательно нельзя загибать вниз кончики нужно чтобы если загинаешь что нужно немножко чтобы она горизонтально верхняя часть была но ни в коем случае не загнуто вниз чернобривцы мои потихонечку растут тоже вчера все поливала сильно сегодня все уже сухое как будто никто ничего не поливал вот гортензии все уже набирают цветоносы уже большие зеленые у всех соцветий море так что будем ждать цветения посадила сегодня несколько розочек новых розочку щеренка солиту посадила которая у меня дома была плетистой розе туда посадила вот сюда в кюгель возле арки там тоже оранжевая роза я думаю им будет там хорошо на этом буду заканчивать свое видео всем хорошего вечера крепкого здоровья всем до свидания